Зачастую апостериорная функция плотности оказывается довольно сложного вида, и тогда ее как-то надо описать на компьютере. К сожалению, компьютер плохо работает с формулами в явном виде, и поэтому для описания апостериорной функции используется следующий подход. А давайте вместо сложной функции плотности возьмем большую выборку из данного распределения. То есть вместо того, чтобы описывать конкретно функциональную зависимость, мы возьмем много-много-много-много чисел R1, R2 и так далее, R10000, с помощью которых можно примерно восстановить законы распределения. Ну, скажем, если меня интересует математическое ожидание апостериорного распределения, я просто возьму среднее арифметическое моих R1 и так далее, R10000. Если меня интересует вероятность того, что апостериорное распределение больше нуля, то я просто возьму количество наблюдений, которые оказались больше нуля. То есть я заменяю функцию плотности на большую выборку из соответствующего закона распределения. Так информацию удобнее хранить в компьютере, просто огромный массив чисел описывает нам функцию плотности. И, соответственно, нужен некий алгоритм, который позволяет по исходным наблюдениям, соответственно, модели и априорному распределению получить большую выборку из апостериорного распределения. Этот алгоритм называется алгоритм Монте-Карло по схеме марковской цепи. Для нас он окажется пока что черным ящиком, потому что он сам по себе достаточно сложно устроен, но тем не менее надо себе представлять, что это такой алгоритм, на входе которого мы подаем модель, которая описывает наши данные, наше априорное мнение о неизвестных параметрах, а на выходе из этого алгоритма мы получаем большую выборку из апостериорного распределения. Надо отметить еще раз, что этот алгоритм случайный, и, соответственно, если применить этот алгоритм еще раз к той же самой модели, к тому же самому априорному распределению, к тому же самому набору данных, то получатся слегка другие оценки. И, соответственно, в качестве плюсов этого байсовского подхода можно отметить следующее. Во-первых, можно задавать вопросы напрямую о неизвестных параметрах. То есть в классическом подходе вопрос, какова вероятность того, что β3 больше нуля, он был бессмысленный. Мы этого в классическом подходе не знаем. β3 — это неизвестная константа, она либо больше нуля, либо меньше нуля, но говорить о вероятности того, что β3 больше нуля, бессмысленно. Она либо один, либо ноль, и мы этого не знаем, никогда не узнаем в классическом подходе. В байсовском подходе вопрос, какова вероятность того, что третий неизвестный параметр β3 больше нуля, он осмысленный, на него можно получить ответ. Можно задать вопрос в байсовском подходе, какова вероятность того, что β3 равно нулю. Можно в байсовском подходе ответить на вопрос, чему равно математическое ожидание от β3 с учетом имеющейся информации о выборке. Это первый плюс. В байсовском подходе естественным образом задаются вопросы, и все выводы байсовского подхода формулируются именно о неизвестных параметрах β. Нет никакого уровня доверия, нет такого понятия, как доверить на интервалы, мы не говорим. Мы просто говорим, задаем конкретный вопрос про β и на него получаем ответ, именно в вероятностях рассуждаем. И второй плюс байсовского подхода — то, что апостериорное распределение всегда существует. Неважно, какие у нас есть проблемы в данных, жесткая мультиколлинеарность, малое количество наблюдений, оценивается количество параметров больше, чем наблюдений. Для байсовского подхода все это при правильной реализации, естественно, не проблема, потому что даже если себе представить ситуацию полного отсутствия наблюдений, даже в этой ситуации апостериорное распределение есть. Оно, конечно, совпадет с априорным, если вы во что-то верили, и у вас нет наблюдений, ну, в это же вы и будете верить с учетом отсутствующих наблюдений. Но в большинстве ситуаций любое, даже небольшое количество наблюдений изменит как-то ваше мнение о неизвестных параметрах. Ну, следи минусов байсовского подхода, самый главный, на мой взгляд, это то, что его не все знают, просто классический подход в силу исторических причин сейчас доминирует байсовский, хотя байсовский гораздо более естественный в смысле интерпретации. И второй минус байсовского подхода — это то, что зачастую алгоритмы требуют большого объема вычислений, и какая-нибудь модель, которая оценивается байсовским подходом, вполне себе может на современной технике оцениваться день, два или недельку. И, соответственно, мы применим байсовский подход к двум моделям. Первая модель — Logit. Когда мы изучали Logit-модель, мы коснулись одной из проблем Logit-моделя, а именно идеальное прогнозирование. Иногда в Logit-модели складывается ситуация, когда оценки бета с крышкой методом максимального правдоподобия не существуют. Это связано с тем, что оптимально взять коэффициент, бет с крышкой, стремящийся к бесконечности. Я вкратце напомню, что такое Logit-модель. У нас зависимая переменная принимает значение 1 или 0. У нас был пример, выжил ли пассажир на «Титанике» или не выжил, и при этом мы предполагаем, что есть некая скрытая переменная y со звездочкой, отвечающая за склонность выжить. И y и t равно 1, если склонность y и t со звездочкой больше нуля, и y и t равно 0, если скрытая переменная y и t со звездочкой меньше нуля. Ну и, соответственно, уже скрытая переменная y и t со звездочкой линейно зависит от объясняющих переменных. y и t со звездочкой равняется β1 плюс β2x, это плюс случайная составляющая, имеющая, скажем, логистическое распределение. Соответственно, эта модель в Байсовском подходе дополняется априорным распределением о неизвестных параметрах β. Соответственно, одна и один из вариантов дополнения, вполне распространенный, состоит в том, чтобы сказать, что априорно мы считаем, что β, неизвестные параметры, имеют многомерное нормальное распределение с вектором средним B0 и ковариационной матрицей B0 в минус первой степени. Ну, тут вопрос возникает, хорошо, а как это вот уточнить? Ну, на практике берут совсем конкретную спецификацию. Например, мы считаем, как правило, чаще всего мы ничего не знаем о неизвестных параметрах, поэтому разумно считать, что они лежат в очень широком диапазоне от минус бесконечности до плюс бесконечности, ну или там от минус 100 до плюс 100. Соответственно, можно сказать, что математическое ожидание не из вектора параметров, вектора β, это B0, это вектор из нулей, а, соответственно, матрица точности, обратная матрица к ковариационной матрице, это диагональная матрица, где на диагонали стоят d, 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 вне диагонали нули, и вот это d мало. Соответственно, у нас число d имеет смысл, что это 1, деленное на дисперсию соответствующего коэффициента. И, соответственно, если d мало, то единичка на d дисперсии достаточно высока, и это отражает мою степень неуверенности в параметре β. И, соответственно, можно привести пример проблемной ситуации. Если у меня объясняющая переменная x принимает значение 1, 2 и 3, а y принимает значение 0, 0 и 1, то в этой ситуации оценки метода максимального правдоподобия не существует. Однако если я априорно скажу, скажем, что β1 имеет нормальное распределение с математическим ожиданием 0 и дисперсии 100, ну то есть это означает, что сверху 95%, я считаю, что β1 лежит от минус 20 до 20, а β2, независимо от β1 априорно нормальный распределён с математическим 0 и дисперсии 100, то тогда, оказывается, с помощью алгоритма Монте-Карло по схеме марковской цепи можно установить, что уравнение для скрытой переменной, оценённое имеет вид y и t с крышкой, равняется минус 10,8 плюс 4,5 умножить на x и t. И никаких проблем с несуществованием оценок у нас в этом случае не оказывается. Субтитры создавал DimaTorzok